Строим ламборгини с нуля. Продолжение. Ссылка на автора проекта и создателя машины в описании под видео. Продолжение следует. Погода хорошая, асфальт сухой, и мы решили подрифтить, но у мотора сгорели мозги мля, мы скатались на разборку и прикупили новых мозгов, благо этого добра на разборке полным полно. Мы выбрали место для дрифта, где мы никому мешать не будем, и никто нам мешать не будет, но нам слегка помешали. Погода хорошая, асфальт сухой. Мы такие, долго ее искали, но нашли, и вам, понравится, он уверен, смотрите внимательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мля, какая-то бабка вызвала ментов, но щас мы им всё-всё покажем, и они нас отпустят, товарищ Мелепискин шофёр не виноват, мы ехали по полю и врезались в салат, вот документики. Слушай, где книжка-то, а? А, вот она, нашёл её. Конечно, там просто написано «Самодельный протон», и даже вообще ничего не разговаривал. «Самодельный протон». Так вот сзади, да? Откроешь? А просто сколько он выдаёт? Тридцать пятьдесят. Да ей нормально, она лёгкая. Чтоб пацану, ты аккуратен, ладно. Они потом можно, чтобы по городу лезть? В теории, да, документы же есть. А номера вот здесь? Вот её номера. Это её номера, да. Это номера, которые ещё в девяносто шутом году поставили. А она пространственная рама, сама всё сделана. Достойный проезд. Много лет жизни убила. Ну я знаю, да, ты долго делаешь, да, я? Ну наконец-то я поставил на полку. Сейчас аккуратненько доедем, чтобы людей не пугать. Блядь, видишь, она немедленно едем на второй. Она дёргает. Не нравится ей? Конечно, не нравится. Значит, если хочется поворотник, включить постоянно. Сейчас будем снимать взгляд людей. Заехали на парковку. Сейчас ребятки расскажу про плюсы и минус этой тачки. И что ещё поменять в ней. Мои ощущения от тачки. Зашибись просто. Она нехило валит боком и не только боком. Мощности предостаточно. Люди сворачивают шеи. Тачка ускоряется так, что вжимает в кресло. Народ нас снимал на видео и фоткал. Нам было приятно. Когда мы делали бернауты, нам ещё раз было приятно. Эргономика машины отменная. Сидишь низко. Словно жопой по асфальту и лазишь. По бокам тесно. В лобовуху не видно почти нихрена. Даром что оно длинное. Обзор как в танке. А взади не видно вообще ничего. Кайф да и только. К эргономике попривыкнем. Спарткар же ведь. Подвеска жесткая. Долбит в спину. С этим мы потом разберёмся. Тормоза тормозят отлично. Особенно спереди. Но с этим мы потом тоже разберёмся. А сзади тормоза не тормозят отлично. Но мы разберёмся. Потом. Пока гоняли и пятаки крутили. У нас ничего не отвалилось. Это самое главное. Видос отсняли удачно. А теперь расскажу про технические характеристики. Значит мотор стоит от Бэхи 5 литров В12. Чипованный выдаёт 350 сил. Коробкой скорости от Ауди 100. Они трахаются благодаря переходной плите и самодельному облегченному маховику. Передачи втыкаются чатка. Всё продумано до мелочей. Мотор от Кузова Е32. Это БМВ 7-ка 90-х годов. Катки на тачке стоят оригинальные Ламборджини. Они создают полную иллюзию, что перед вами настоящая Ламборджини. Решётки. Задние фары тоже оригинал Ламборджини. Куплены на Кутузе в салоне Ламборджини. Чтобы вогнать плебеев в непонятку. Хе-хе. Сходили к дилеру. Дали взятку. Сняли мерки с Кузова и изготовили такой же. Кузов. Купили боковые стёкла от Ламбы. Сделали с них копию. Передние фары тщательно скопировали. Не отличить теперь от на... Передние тормоза 6-поршневые от крутой фирмы Волвер. Задние тормоза 4-поршневые фирмы Прома. Такой дуэт будет поездать и останавливать во всяких условиях. В дорожных. В гонках. В драге. В дрифте. Я вам тут распинался. Не просто так. Ё-моё. Чуваки. Вы чего хотите на выходе? Чтоб получилось? Корч сделаем, занизим, или ракет-бани замутим, дрифт-кар, или под пресс? Пишите в комментах, и решим что с ней дальше делать ха-ха-ха. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал автора и на мой тоже подписывайся. Вместе поедем и будем поехавшими. Субтитры сделал DimaTorzok